Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает Лопадом. И сегодня речь пойдет о возвращении Шерлока Холмса. Так называется сборник новелл Артура Конан Дойля. Я надеюсь, знакомый вам очень хорошо, так же как и мне. Я перечитываю эту книгу несколько раз, как и все другие книги Конан Дойля, посвященные Шерлоку Холмсу. Сколько можно, спросите вы меня, сколько нужно, столько ему. О любимых писателях я буду рассказывать долго, подробно, много раз в разных изданиях, потому что классика тем и отличается от проходного, пусть и блестяще написанного произведения Однодневки, что классика раскрывается не с первого прочтения. Это как букет бутылки вина, которые надо подышать. Это как многократное произведение музыкальное, которое надо прослушать. Ты просто не сможешь на слух воспринять сразу все его оттенки, а уж почувствовать музыкальную композицию, человек, плохо разбирающийся в музыке, типа меня просто не может с первого прослушивания. Поэтому, конечно, классика это то, что раскрывается не с первого прочтения. Кроме того, каждый раз ты открываешь что-то новое. Вот сейчас для меня возвращение Шерлока Холмса это такой экскурс в историю общественно-политических и социальных нравов, царивших чуть более ста лет назад. Полутора веков не прошло с момента классических викторианских нравов, описанных в этой книге. Но какая поразительная совершенно контрастная картина. Мы сейчас видим то, что никогда даже в голову не могло прийти ни одному из героев этой книги. И мы сейчас читаем, как само собой разумеющееся, но потому что все сюжеты не просто известны вам, поэтому если кто боится спойлеров, можете дальше не смотреть. Но на самом деле, конечно, я буду касаться сюжетов. Как же иначе? Ну, это банальные всем известные вещи. Они уже в зубах навязли. Их, по-моему, наизусть все знают. И не только благодаря тем, кто, как и я, посмотрел, наверное, все основные экранизации Шерлока Холмса. От классического сериала с знаменитым английским актером, где все новеллы воспроизведены, там, 40, по-моему, серий или 50 серий. Это все основные новеллы. Все очень близко к тексту. Великолепный классический сериал. Но наш, разумеется, с Ливановым и Соломиным бесподобный цикл фильмов, это просто шедевр абсолютный. От и до. Признан, даже английская королева согласилась, что это самый английский Шерлок Холмс в исполнении русского актера, в русском фильме. Вот так вот. И, конечно, всевозможные переделки, перепевы, включая знаменитого Шерлока, который имеет множество своих достоинств. Ну, просто там все держится, конечно, на актере, на Кимбергович. Ну, ладно. Я не буду вдаваться во все эти детали. В любом случае, возвращение Шерлока Холмса, как и записки о Шерлоке Холмсе, как и, значит, все остальные книги о Холмсе, их можно бесконечно интерпретировать. Это франшиза, это бесконечный повод для вариаций. Но вот, во-первых, у меня в руках издание, проиллюстрированное Олегом Пахомовым, который умеет подать сто раз избитые всем известные образы по-новому. Немножечко не так, как вам хотелось. Вот, например, возьмем знаменитую новеллу «Пустой дом». Посмотрите на странице 26, как позирует рядом со своим бюстом с дыркой в голове. Если вы не помните, откуда у воскового бюста, не хуже, чем в музее Мадам Тюссо, взялась дырка в голове от пули, то вы перечитайте новеллу и дальше вообще меня не смотрите, я буду вам спойлеры кидать в видео. Вот, но посмотрите, как он позирует. Посмотрите его выражение лица. Ей-богу, есть соответствующие кадры с Ливановым, есть соответствующие кадры в английском сериале, но вот такой картинки я еще не видел. Сколько скромного достоинства, сколько понимания всей глубокой философичности ситуации. Вот, вот она, бренная жизнь. Это могла быть моя голова, но дело не в этом. Дело в том, что жизнь так устроена, господа. Посмотрите, как он смотрит, совершенно потрясающе. Или, например, жуткая совершенно история с убийством «Черный Питер». Вы, наверное, думаете, что в этой новелле ничего интересного и нового нарисовать невозможно. Что еще может придумать Олег Пахомов? Значит, там в особняке, помимо этого самого жуткого героя, битого, живут его престарелая жена, вся седая, значит, и его дочка, белокурая красавица. Внимание! «Черный Питер», а красавица белокурая. Вот. Я специально пересчитал, посмотрел, значит, не ошибаюсь ли я. Действительно, в тексте у него светлые волосы, вот. А у него совершенно другая. У него там рыжая, по-моему, бородища и так далее. Вот почему она была... Вот Пахомов решил сделать ее темноволосой. Он не захотел надаваться. Потому что вообще, если задуматься, то здесь история-то имеет еще какие-то любовные, наверное, корни. Вот знатоки Широка Холмса, копните этот вопрос, посмотрите, что там происходит, и, значит, поправьте меня, если это не так. Но, в любом случае, история очень интересная. Да. Ну, и изображены персонажи немножко не так, как я их представлял. Потому что, на самом деле, вот смотрите, мы читаем историю про жуткую смерть вот этого старого морского волка-преступника, да. Омерзительную историю, на самом деле, да. Историю человеческого порока, да, ненаказанного при жизни. Потому что, если бы не этот гарпун, который его пригвоздил к стене, так бы и остался ненаказанным, конечно. Но посмотрите, в каких уютных декорациях это и происходит. Эти крючочки с половничками. Это посудка, выставленная на горке, значит, на полочке, да. Это вот дом, это кофемовочка непременно. Это обязательно, это чисто английское действующее лицо. Ну, значит, вот сцена с гарпуном. Вот, говорить мне, что хотите, но это немножко, понимаете, он видит это так, как это никто не может увидеть из действующих лиц и свидетелей, да. Это действительно взгляд кинооператора, взгляд того, кто сейчас, через следующую секунду, благодаря монтажу, посмотрит совершенно с другого ракурса на эту картинку, да. Ну вот, и к вопросу о социальной картине нравов, да. У нас есть прекрасный пустой дом, где нам наглядно, значит, в этом сборнике показано, что происходит, когда внезапно у преступника начинает опережать технологически на один ход, значит, полицию, да, и силы закона. Сейчас мы оказались в ситуации совершенно другой. Преступник почти всегда технологически опережает, иначе его находят и разоблачают. Вот, потому что преступление разгадать не так сложно, мотивов не так много, да, но если, если хотеть найти, значит, преступника, то его можно найти. Но у нас есть хакеры, а мы не знаем, как с ними бороться. У нас есть промышленный шпионаж при помощи всяких микродронов и прочих вещей, но мы не знаем, как с этим совсем бороться. Вот, потому что человек изобрел множество технологий с той поры, да, с момента благополучной эпохи викторианской, рассказывает Широкий Холмси, а контр-аргументов у закона еще нету. Дальше, у нас есть прекрасный совершенно, значит, случай в интернате. Вот там у нас, опять же, я больше не буду предупреждать про спойлеры, и так все понятно. Что такое случай в интернате? Это наглядный урок обществу, что от понятия бастарды, незаконно рожденный ребенок следует отказаться. И черт с ним, с майоратом, и черт с ним, со всеми. Психологические извращения, которые возникают в такой семье, да, при такой ситуации, они настолько чудовищны и травмируют абсолютно всех участников свидетелей, что ничем, кроме как преступления, кончиться это просто не может. И, конечно, очень жалко этого уорда, хотя он поступает как свинья, но это не важно. Он поступает в духе своего времени. Его незаконнорожденный ребенок, который его шантажирует, это совершенно четко дитя вот этих предрассудков. Сейчас такое даже представить себе невозможно. Хотя где-то, наверное, где все это аристократическое свинство чтут и бережно лелеют все предрассудки, наверное, это где-то будет обязательно еще существовать. Вот про Черного Питера я уже сказал. А Чарльз О'Гастес Милвертон, это, значит, очень колоритный персонаж, да, и в новелле о его трагическом конце важно что подчеркнуть. Посмотрите. Вот там, конечно, упоминается, что он король шантажа. Он шантажирует, он шантажирует, он шантажирует. Кого он шантажирует? Да исключительно женщин он шантажирует. Потому что даже тогда в чопорном английском обществе шантажировать мужчину было довольно сложно какими-то любовными связями. Хотя можно было, родственники жены могли просто воспротивиться браку и так далее. Но смотрите, там несколько примеров красноречивых, душераздирающих приводят. В конце концов, такой пример своими ногами, собственно, приходит Чарльзу О'Гастесу Милвертону с револьвером в руке. Вот. Но все примеры исключительно женские. Это те нравы. Это еще до эпохи суфражисток. Это еще до эпохи женского избирательного права. Это то, что составляет аромат времени, да. Уж какой и не есть. Воняет так воняет, но что делать? Зато аромат времени. Действительно то же самое. Вот в случае интернате я уже упомянул. Три студента, прекрасный совершенно, замечательный абсолютно рассказ, да. Ведь что произошло бы с виноватым студентом? А на следующий год бы восстановился. Вот железно сейчас. Давайте, хорошо. Я не буду называть вузы, да. Особенно английские, которых я никогда не видел, не знаю их нравов и так далее. Но в принципе в нашем отечественном вузе не в том, так в этом. Он просто на том, что пожил бы плечами и сказал, ну так получилось, виноват, да. Всего хорошего, до свидания. Я понимаю, что оплату за обучение мне не вернут. Ну вот, до свидания. И поехал бы поступать в другое место. Смотрите, как изменились нравы. Какого масштаба трагедия происходит там, да. Какая-то жизнь человека ломается, да, и так далее. Он будет в совершенно другом поле деятельности добиваться признания и чести. Потому что здесь он потерял все своим поступком. Удивительно. Сейчас я еще раз говорю, восстановился бы в том же вузе спокойно. Или пошел бы к другому. Понятия немножко другие. Это очень интересно сравнивать. Ну, про Пенсне в золотой оправе я не буду рассказывать. Хотя, вы знаете, это как раз новелла, показывающая, что великий художник, работая даже с самыми-самыми разбитными, взятыми из массовой культуры, из газет, из каких-то вот этих вещей. Откуда черпал Шерва Холмса, вернее, Конан Дульта про своего Холмса. Вы же понимаете, да, материал. Из самых бульварных источников черпая, да, все равно создать нечто интересное, потрясающее. Пенсне в золотой оправе должно было и могло стать развесистой клюквой. Потому что, когда о русских революционерах пишут, всегда получается развесистая клюква. Это такой вот, значит, такой вот Арнольд Шварценеггер в роли русского офицера, да, значит, в известном кинобоевике. Вот, ничего подобного. Удалось ему сказать вот так вот, чтобы вот пройтись по грани, по лезвию ножа, чтобы спустя сто лет, когда мы уже можем открыто говорить и читать все, что угодно про русскую революцию, со всех точек зрения, не вызывает протеста этот рассказ. Да, действительно, такой сюжет мог иметь место, такой сюжет мог быть. Да, и нравы очень похожи описаны и так далее. Да ведь должна, должна была получиться клюква. Вот что такое Конан Дой. Удержался в очень сложных обстоятельствах. Ну, я не буду дальше перечислять все то, что сейчас бесконечно устарело, да, но оно не устарело, поймите, оно передает то время, ту эпоху. И когда вчитываешься в эти рассказы, ты понимаешь, насколько это все отличается от, значит, того, что мы видим вокруг нас. Мир изменился необратимо. И не только потому, что изобрели, значит, отпечатки пальцев, да, и полиция им пользуется во времена Конан Дойля, полиция только начинала впервые, обратила внимание на то, что отпечатки пальцев неповторимы, и их можно использовать как улику в случае, если они оставлены. И, разумеется, снимать пока криминалисты еще не умели эти отпечатки, если они незаметны на предметах, да. Но вот в новелле «Подрядчик из Норфута» там совершенно потрясающе, там отпечаток пальца был самим преступником нарочно оставлен. И это удивительный случай, как бы потрясающий. Ну вот, осталось только аплодировать Холмсу, потому что он обратил внимание не на факт наличия улики, да, а на факт ее отсутствия. Это потрясающе сделано. Как всегда у Конан Дойля. Читайте, наслаждайтесь. В заключении еще раз хочу упомянуть, это проиллюстрировано Олегом Пахомовым с невероятной изобретательностью, очень стильно, он находит новые грани в очень-очень избитых и многократно растиражированных образах. Это бесценно для художника. Ну и кроме того, он передает эпоху потрясающую. Вот посмотрите, кабинет Холмса, который украшает обложку, да, это действительно кабинет, который очень в деталях совпадает с текстуально, с написанным Конан Дойлем, и при этом вводит нас в атмосферу книги, да. А вот этот вот форс с бесконечными запертыми замками, дверями, сейфами и так далее, да, которые надо обязательно вскрыть, взломать, открыть, это одновременно и метафора загады, которую разгадывает Холмс, и, конечно, метафора того, чем занимаются преступники его эпохи, да, буквальным вскрыванием при помощи фомки всех этих замечательных дверей и засовов. Читайте, наслаждайтесь. Вечная классика. Артур Конан Дойль.